Добрый день! С вами Анатолий Криводедов и проект видеокурс «Школа Ицуань». Рассматриваем следующий удар «Зай Цуань». Этот удар направляется сверху вниз. Иногда называют еще другое название, английское «оверхенд» над рукой, крюк сверху. Также мы сначала выстраиваем столб «Чинбао», как во всех предыдущих техниках «кулаков». Выполнили все необходимые требования и затем начинаем пробовать удар. Сама техника удара связана с тем, что я сначала задаю направление вверх по дуге, затем кулак вкручивается и уходит вниз с винчиванием практически вертикально. И доходит практически до уровня поясницы. При этом вот этот угол примерно 90 градусов сохраняется по центральной линии, учитывая мой поворот. И локоть не опускаете ниже уровня плеча. Особенность удара в том, что в базовом варианте мы нарабатываем практически вертикально вниз. В применении у нас могут самые разные углы, 40 градусов и с разных сторон. Но в базовом варианте я сразу поочередно буду делать удар. Мы направляем его сверху вниз и доводим как можно ниже до уровня поясницы. Вторая рука проходит перед лицом. Вот в связи с этим натяжением сухожилий у меня очень хорошо растягивает спина, доходящая до поясницы, придется в ноги. И таким образом, это помимо отработки прикладных техник, хорошая наработка для того, чтобы сделать хорошие, правильные растягивающие усилия в пояснице, во всем теле. Здесь вот как раз стимулируется вот это натяжение для хорошей поработки спины. Сверху вниз. Скорость небольшая. Здесь есть небольшое отклонение влево-право. Следим сначала за правильной траекторией, за тем, чтобы венчивание было, вкручивание. Конечное положение можно проверить, постоять. Для того, чтобы отработать правильный фансун без напряжения, есть еще один способ отработки удара, когда я в конце вот этого маха вывожу руку на удар. Мах, вывел, мах, вывел. То есть прямо из свободного такого падения направить руку вниз. Очень хороший способ для того, чтобы наработать фансун. Рука из-за спины как бы прилетает. И в таком положении поделайте побольше, чтобы раз фансунить, убрать лишнее напряжение с плеч. Базовый вариант. И с маха. А после того, как наработали на спокойной скорости, можно чуть-чуть добавить скорости, но без потери качества. То, что мы говорили в предыдущих ударах. Свободно, без напряжения. Если у вас устают плечи, значит что-то вы делаете, скорее всего, неправильно. В конце кулак сжимается. И следующий способ 2 плюс 1, который мы для отработки фоли нарабатываем. Два раза спокойно, третий раз чуть быстрее. После удара необходимо выдернуть руку и занять позицию, похожую на чинбао, только с сжатыми кулаками. Как пружинка, выскакивает рука обратно. Удар кулаком дзуань. Он идет по траектории, обладящей сверху вниз. И обычно он бьется подбородок, грудь, но в базовом варианте он делается с проносом, аж до поясницы. И практически вертикально. Это для отработки сухожильных вот этих усилий. То есть базовый вариант он вот такой. И чтобы расслабить плечи, я рекомендую подготовительный вариант вот этого удара. Он связан с тем, что я свободно бросаю руку, и она из этого расслабленного положения входит сюда. Обратите внимание, что удар ввинчивается. Чуть ли пальцы, видите, не от меня. А локоть примерно на уровне подбородка. Бросил, кинул, бросил. И вот с этого расслабленного положения он прилетает. Прилетает. Естественно, вот эта работа корпусом. До поясницы. Вот положение кулака. Вкрученные пальцы от себя. Хорошо тоже для проработки плечевых суставов. Вот. Ну вот. Это где-то похоже на какой удар в кёкушин? Орошицки. Орошицки, да? Есть такой. Попробуйте. Свободно бросаем и прилетает сюда. Вторая рука вот здесь, возле подбородка. Это такой вариант на фансун. Ещё свободнее, чуть ли не прямая. Вот отсюда, Андрей. Вот отсюда. То есть как можно более амплитуднее. А? Ау, боюсь, боюсь, боюсь. А? Боюсь, ау, зашибу. Зашибу. Вот. И после этого уже можно на базовый вариант походить. Здесь без замаха. Рука сначала идёт вверх, а потом пускается вниз. Из этого положения вверх, потом вниз. Уже без замаха. Вот отсюда. И вколачиваем до поясницы с проносом. Прорабатываем суставы. Зайцюань. Как бы вкручиваем, ввинчиваем. Но локоть, обратите внимание, он не проваливается. Он где-то вот так остаётся, да. Вот так остаётся. Посмотрите варианты применения на входе. Здесь за шаг под диагональный вход с контролем одной руки надавливаем. Это уже элементы туй-шоу. И поверх него бьётся. То есть, одна рука получается отвлекающая, а сюда вход, да. Вход. Переносицу, ключицу в эти зоны. Ну, в варианте туй-шоу тоже это может быть. Причём он в варианте туй-шоу может быть и как, видите, как локтём. Либо снизу, как локтём. Вот я сюда бью, да. Могу ударить, могу смять. И на этой же базе локт. Почему вот именно такое положение? Зайцю. Он обычно в первую очередь практически таким образом. Если я бью левой рукой, я ухожу вправо. С контролем вправо. Таким образом, видите, я контролирую, что помимо туда. Если бью право, ухожу влево. То есть, идёт накладка, бывает ли, либо одноимённая с одной стороны. Здесь со сменой шагом. Так, ровненько. Ну, для контроля можно аккуратно обозначать грудь. Видите, в чём дело? Я ещё эту руку и прикрываю на время сюда обзор, а там могу пробовать. Удары вот так не видно, пока он отключён здесь. Обычно прилетает, особенно без эмаха. Очень хорошо. Вот таким образом, вот ваши шаги. Сюда. Сюда. Лёгкий контроль, накладывая сюда пробу. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова